здравствуйте продолжаем изучать курс общая биофизика сегодня мы ознакомимся с вами с биофизика голоса и речи рассмотрим некоторые механизмы патологии физические биофизические физиологические и так речевая деятельность представляет собой активный целенаправленный мотивированный предметный содержательный процесс выдачи или приема сформированный или сформированного посредством языка мысли направлены на удовлетворение коммуникативно познавательной потребности человека в процессе общения речевая деятельность разделяется на внутреннюю и внешнюю и внешне это бывает устно и письменное ну а устно это монологически идеологическое осуществление речевой деятельности обеспечивается рядом сложных психологических механизмов и катастрофы физических процессов которые вступают в силу под действием этих механизмов а к סна и психологические механизмы речевой деятельности относятся к никакой хорошо значения речевая деятельность которая делится на механизмы осмысления механизмы семейсливающей организации речевой деятельности механизм утверждения по анализу синтеза речи 그게 ну и wounds рублей о грейх с лене обеспечивает мыслительный анализ содержательный стороны речи в первую очередь так и ее структурной организации языкового оформления. Значение механизма осмысления состоит в том, что на основе этого механизма сознаются мотивы и цели речевой коммуникации, происходит ориентировка в условиях осуществления речевой деятельности. Без задействия этого механизма невозможно существовать планирование и программирование речевой деятельности. Благодаря работе этого механизма существует контроль за протеканием речевой деятельности и ее результатов. К путям реализации механизма осмысления относятся те, которые реализуют механизм через аналитико-синтетическую деятельность коры больших полушарий головного мозга на основе задействования всех основных умственных действий и операций. Осмысление в первую очередь подлежит предмет речи, отображаемый в речевой деятельности. С этим мы с вами немножко вспомнили физиологию речи. Значение минималистического механизма, он обеспечивает все стороны речевого процесса, отображение в речи его предмета или фрагмента окружающей действительности, невозможную без актуализации имеющих в памяти знаний и так далее. Но постепенно будем переходить к физическим основам. Итак, основа операционного механизма речи это составление слов из элемента и составление фраз и сообщений из слов. Механизмы речи формируются в сложном взаимоотношении многих анализаторов. Вот уже появляется немного физики. И механизмы речи две сенсорные части рефлекса, слуховая и кинестетическая, которые обеспечиваются функционированием различных, в том числе электрических процессов. Воспроизводство речи случается речедвигательным анализатором. И вот механика это речедвигательный анализатор, она в общем-то представляет достаточный интерес для биофизики. Механизмы речи складываются прижизненно. Остановимся на некоторых нарушениях голоса, физиофизических и физиологических особенностей. Ну, здесь краска содержания, по чему мы с вами пробежимся. Итак, голос это совокупность разнообразных по своим характеристикам звуков, возникающих в результате колебаний эластичных глазовых складов. То есть здесь у нас по силу законы звука и распространения этого звука, как внутри тела, так и далее снаружи. Вы видите, здесь представлен голосообразующий аппарат, который состоит из гортани, глотки, носоглотки, полости рта, полости носа и придаточной пазухи. А также позиции голосовых складок при нормальном голосе, при молчании, при шепоте. Характеристики звука. Высота, громкость, тембр, диапазон. Высота определяется частотой колебаний голосовых складок. Громкость зависит от степени смыкания амплитуды колебаний голосовых складок. Тембр голоса определяется формой колебаний голосовых складок и наличием обертонов. Диапазон голоса может изменяться в пределах от 4-5 тонов у взрослых и 2-3 тонов у детей. Высота тона служит основным средством для передачи эмоциональной смысловой выразительности. Громкость регулируется звучанием речи и ее, собственно говоря, тоже передает характер речи. Тембр голоса состоит индивидуально на краску голоса, которую, в общем-то, мы узнаем на расстоянии. И диапазон голоса создает возможность пения. Периоды разрешения голоса имеют свои возрастные ограничения. Здесь они у вас показаны, как он развивается. На каждой вот этой стадии происходит небольшая, так называемая, ломка или преобразование голоса. Голос нарушается в каких случаях? Когда отсутствие расстройства фонации происходит в средстве нарушения в голосообразующем аппарате и механизме его работы. Причины расстройства голоса это заболевание гортани, носоглотки, ротоглотки, сердца, сердечно-сосудистой системы, несоблюдение правил гигиены разговорного и пирического голоса, несоблюдение правил общей гигиены, перенапряжения голоса, неправильная техника голосоподачи и снижение слуха. Все это приводит к механическим повреждениям, ну или к механическим трансформациям, которые, в общем-то, и приводят к дальнейшим нарушениям. Основные формы голосовых нарушений это афония, дисфония, фонастения и ранофония. Нарушения голоса подразделяются на органические и функциональные, повторяю, все они связаны с физическими процессами. Это имеет значение для выбора метода специализированного лечения и приемного логопедической работы. Функциональные расстройства связаны с переменными изменениями в гортани, и восстанавливаются впоследствии с помощью либо лечения, либо просто-напросто самоорганизации организма. При органических нарушениях наблюдается стольки изменения в строении гортани, что влияет на механику формирования голоса, голосовых складок и на самость трубы. В процессе занятия логопеду удается восстановить коммуникативную функцию голоса, но качество голоса существенно отличается от нормы. Основные расстройства какие? Ну, органические связаны с центральной и периферической нейтрасистемой, медицинские и логопедические аспекты, все это решается, психологические аспекты, ну и, разумеется, все эти лечения направлены на то, чтобы восстановить механику голоса. Это мы с вами немножко тут уже рассмотрели. Так, переходим к следующему слайду. Функциональное нарушение голоса у детей и подростков условно делится на центральные и периферические. Ну и взрослые, скажем, то же самое. К центральным функциональным нарушениям относятся психогенные или истерические, или гипокинетические фонии и дисфонии. Чаще все встречается у истеричных девочек в аберрантном периоде. На истерическом невротическом фоне при наличии сильного эмоционального стресса возникает отчаяк запредельного торможения в центральной нервной системе, из-за чего нарушается регуляция процесса голосообразования со стороны коры головного мозга. Прекращается подача нервных импульсов определенной частоты голосовым складком. Голос может появиться неожиданно на фоне эмоциональной лоббинности, исчезновения истерических реакций, в других случаях происходит закрепление патологического рефлекса и гипоксия гортани. Наиболее часто диагностируются в детском возрасте периферические функциональные нарушения голоса, но они, в общем-то, тоже восстанавливаются путем восстановления механики. Внезапное расстройство голоса и дыхания появляется на двух детей, склонных к аллергическим реакциям. Внешние причины дисфонии – это пыль, дым, сырость, которые вступают во взаимодействие физическое и биохимическое, в том числе, что он у нас находится в арту. Дальше. Через лишняя громкая речь в детском коллективе, в шумных помещениях она снижает работу, точнее, ухудшает нервную систему, воспаляются дыхательные пути, нюбные миндали и общие заболевания организма. При отсутствии своевременного лечения дисфонии принимают хроническую и переходят в тяжелую хрипату, возникает так называемый хриплый голос. Для гипогиперклинической фонии характерна нестойкость патологических изменений, в гортани появление при попытках фонации звучного голоса на кашле. Это уже тоже биофизика. При продолжительном расстройстве голоса появляются органические изменения в гортани. Утолщается, набухает слизистая, образуются узелки в средине голосовых складов. То есть происходит то, что мы сейчас неоднократно уже сейчас сегодня повторял, то, что влияет потом на механику голоса. То есть меняется инструмент и меняется, соответственно, голос. Ну а также возникают патологические мутации голоса. Они относятся к функциональным нарушениям голоса. Данное голосовое расстройство можно классифицировать как пограниченное между органическими и функциональными нарушениями. Мутация – это физиологические изменения голоса во время перехода к зрелому возрасту, сопровождающийся рядом патологических явлений. Вопросы о том, сопровождается ли период мутации перелома голоса или его постепенным изменениям, решается и следователем в пользу последнего. Указывается, что только меньшинство юношей страдает от перелома голоса. Для большинства же этот процесс протекает почти незаметно. Мутация голоса связана с быстрым ростом гортани. Голосовые складки у мальчика удлиняются на 6-10 мм. При ларинкоскопии обнаруживается гиперемия слизистой оболочки гортани. У девочек голосовые складки удлиняются на 3-6 мм. Это тоже вызывает своеобразные изменения механики голоса. Все функциональные расстройства характеризуются отсутствием стойких анатомических дефектов, настроения гортани в голосовых складах. Видите, поскольку этих стойких нет, то они все исправили. Изменения в гортани носят местный переходящий характер, то есть он потом лечится само или с помощью определенной терапии и полностью исчезает после соответствующего лечения, покоя и логопедических процедур. Говоря о функциональных нарушениях голоса, выделяет также афонию, или то есть, что называется полным отсутствием голоса, и дисфонию, проявляющуюся в изменении высоты, силы и тембра голоса. При афонии больной говорит шепотом различной громкости и внятности. При попытках манации и при кашле появляется громкий звук голоса. При этом напрягаются мышцы шеи, гортани, брюшного пресса, краснеет лицо, возникает на кашле громкого голоса, является важным методом диагностики функциональных расстройств голоса. Этот факт имеет и прогностическое значение, он оказывает на возможность быстрого восстановления голоса. Качественная характеристика волоса при дисфонии страдает неравноменно, часто меняется в зависимости от действий различных внешних и внутренних факторов и проявляется перенапряжением голоса в ходе истерического невроза. Отсутствие анатомических изменений в состоянии гортани обседает надежду в возможность полного восстановления голоса. Поскольку патологического изменения в биофизике не происходит, длительное течение функциональных нарушений подчас приводит к стойкому расстройству голоса образования. Меняется механика, о чем я уже говорил. Появление атрофических изменений в гортани, перерастание функциональных нарушений в органических расстройств голоса. Патологии различных афферентных звеньев управляют интонацией. Причиной афферентного нарушения является ограниченность производного движения языка, губ, мягкого неба, глазовых складок, мышц гортани, атаксии, нарушение тонуса. Афферентная патология проявляется в нарушении пропроцентивной импульсации от органов артикуляции, дыхания и голосообразования. Дисфония при различных формах дисфонации на преимущественных детей характеризуется своеобразным и сложным нарушением высоты силы тембра голоса. Периферические расстройства, конечно, влияют на голос, но он, в общем-то, немножко не относится к теме нашего сегодняшнего занятия. Хотя, если происходят патологологические изменения в гортане, надставной трубе и снижении волоса, изменяются инструменты и изменяется механика прохождения звуковых колебаний. Соответственно, меняется тональ, насталь и так далее. При патологических изменениях в надставной трубе наблюдаются ринолили и ринофония. Дифференциальная диагностика ринололии и ринофонии не представляет значительных трудностей. Ринололия – это патологическое изменение тембра голоса и искаженное произношение звуковой речи. Ринофония – это изменение оттенка тембра голоса, обусловленное нарушением взаимосвязи носовой полости с ротоглодочным резонатором в процессе фонации без нарушения артикуляции произношения. Ринололия и ринофония имеют место в речевой патологии, проявляются своеобразным нарушением тембра голоса и фонетической стороны речи. Ну, вот здесь схемка, которую можно потом посмотреть. Вот видите, если мы наносим механические повреждения, порезы, параличи и мягкого неба, то возникают соответствующие изменения. И в зависимости от того, что у нас поражается, возникают различные опять изменения в голосе. Безусловно, расстройство голоса, возникающего на почве нарушенного слуха, здесь уже у нас работают несколько функциональных систем. Услово относится к периферическим и органическим нарушениям. При врожденной или рано приобретенной глухоте высота, силы тембра, голоса изменяются вследствие отсутствия акустического контроля. Уже в младенческом возрасте голос глухого лишен, естественно, тембры модуляции и не имеет правильного римпа, ритма, инстинкт даже или питания ребенка, он санижен. По мере роста и развития нарушение голоса проявляется в большей степени. Объем голоса остается на уровне диапазона голоса грудного ребенка и состоит всего из 3-4 тонов. Голос обычно глухой, очень тихий, слабый, едва слышный, но может быть крикливым, лающим, грубым, хриплым, назойным фацетом или низким давлением. Стеноз гортани тоже возникает, тогда во время этого стеноза наблюдается значительное уменьшение или полное закрытие просвета гортани, опять срабатывает механика. Хронически рубцовые стенозы гортани у детей обычно развиваются после острых заболеваний дифтерии, кори, подсвязочных ламигидов, то есть образуется рубец и уже колебания воздуха, которые обеспечивают нам голосовое произношение каких-то определенных моментов, они естественно изменяются. И кроме затрудненного дыхания еще и при этом возникает нарушение голоса, дисфонии до полной афании. Ну вот, что собственно вам хотелось сегодня вкратце рассказать. Спасибо большое за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, прошу сообщать их по адресу Артем1962, Собака Майлов.